Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие братья и сестры, добрый день, здравствуйте! Мы говорим о книге «Второзаконие» и тема нашего сегодняшнего разговора – глава 10 этого сочинения. Книга «Второзаконие» рассказывает о том, что Моисей, окруженный своим народом, находится в преддверии, перед вступлением в землю Бетованную, в Ханаан, в Палестину, на берегах реки Иордан. И вот собирается весь народ, и Моисей, перед вступлением в Палестину, еще раз, второй раз рассказывает о законе, который был получен на горе Синай от Бога, народом Божьим Израиль. И в этом отношении «Второзаконие» – это есть повторение самого важного, самого какого-то актуального, что должны были помнить евреи в дальнейшие века, в дальнейшие эпохи, живущие в Израиле. Но вот мы читаем сегодня главу 10, и все еще нет этого перечня законов, все еще есть большое вступление, все еще есть обзор предшествующей истории, и рассказ об этих законах, второй рассказ об этих законах, начинается лишь с главы 12. А глава 10 все еще рассказывает о том, что предшествовало вот этому разговору между Моисеем и евреями на берегах реки Иордан. Итак, читаем первый стих главы 10. «В ту пору Господь сказал мне, «Вытиши из камня две плиты, подобные прежним, и поднимись на гору ко мне, и еще сделай деревянный ковчег». Какая же такая та пора имеется в виду? А вот описывается в главе 9 история о том, что Моисей был 40 дней на горе Синай, а в это время оставленные без присмотра евреи решают сами организовать свою религиозную культовую жизнь, а именно делают статую Тельца, Ваала, думая, что образ Яхва, образ небесного владыки, нуждаются в таком конкретном, визуальном, понятном представлении. Но, впрочем, инициатива евреев вызывает гнев у Бога, потому что, как мы читали в одной из заповедей, есть строгий запрет на то, чтобы изображать Бога и вообще каких-то жителей духовного мира, ангелов и так далее. Поэтому попытка сделать Ваала, литого и золота вызывает гнев у Бога до такой степени, что Бог говорит в своем раздражении, в своем каком-то, опять же, гневе, «Давай я уничтожу этот народ, а тебя у Моисея создам новый народ». Но Моисей, полглавы 9, умоляет Бога отменить свое решение, свое намерение, и, в конце концов, Моисею это удается, и после этого Бог вот опять говорит, «Хорошо, вытеши из камня еще одни-две плиты, потому что предшествующие Моисей разбил, расколол в дребезге, и давай-ка еще раз мы напишем на этих скрижалях самые важные принципы закона Моисеева, а именно 10 заповедей, 10 слов». «Я напишу на плитах те же слова, что были на прежних плитах, разбитых тобою, и ты положишь их в ковчег». «Я сделал ковчег из акации, вытесал из камня две плиты, подобные прежним, и поднялся на гору с плитами в руках». И вот описывается то, что вот Моисей еще раз лично сам вытесывает две каменные плиты, поднимается с ними на гору Синай, либо, как написано во второзаконе, называется на горах Ариф. И для этого, для этих скрижалей, для этих плит, для этих таких вот заготовок нужно какое-то ковчег, какое-то хранилище. И Моисей его делает, как написано в стихе третьем, из дерева породы акация. «Господь написал на них то же самое, что и в первый раз. Десять заповедей, которые он возвестил вам из огня на горе в день собрания всей общины, он отдал плиты мне». И вот то, что Бог еще раз своими руками пишет заповеди на этих плитах, обозначает очень важную вещь. Завет возобновлен, разрыв, который был вызван каменным, точнее, литым тельцом, он преодолен, и Бог продолжает иметь отношения со своим народом. «Я повернулся, спустился с горы и положил их в сделанный мною ковчег. Там они и лежат. Так поверил мне Господь». Покинув Беарот-бене-Яакан, сыны Израилевы пришли в Масыру. Там умер Аарон, и там его похоронили. Вместо него священником стал его сын Елиазар. Оттуда они пришли в Гад-году, а из Гуд-годы в Эат-вату, где течет много ручьев. В ту пору Господь выделил племя Левия, поручив этому племени носить ковчег договора с Господом, предстоять перед Господом, служить Ему и благословлять именем Его. Это и поныне так. Но вот в этом фрагменте рассказывается о том, что дальше было с этим самым ковчегом. А вот было то, что лишь некоторые люди могли взаимодействовать с этой святыней без вреда для себя. А именно, это Аарон и его потомство, и шире, это все племя, весь клан, весь род Аарона, а именно колено Левия. Вот в стихе 8 описывается, точнее объясняется всем слушателям, немножко такое своеобразное положение колено Левия. В чем же было это своеобразие? Ну, у каждого племени была своя территория. Там Моносия, Вениамин, Иуда, Дан, Гад и прочие племена. Все они имели свои какие-то уделок, свои племена. Но вот у колено Левия, у левитов так не было. И вот почему так не было? Потому что их функция жить во всех коленах и заниматься лишь одним делом. Служить в святилище, в скине, потом в храме и жить от того, что дает им храм, скине и святилище. Потому что своей земли у них не было, своего удела у них не было. Замечание «это и поныне так» указывает нам на сложную историю формирования всего этого текста. Действительно, раз написано «это и поныне так», то писал все это тот, кто жил много времени спустя, после кончины Моисея, который вот дописал. И до сегодняшнего времени, то, что было там учреждено, еще в пустыне, и до сегодняшнего дня, все это так. Вот почему племя Левия не получила на дело и доли вместе с братьями. Их доля сам Господь, как и обещал им Господь, твой Бог. Стих 9 еще раз повторяет эту самую мысль. Удел левитов, колено Левия, это сам Бог, и все связанное со служением Небесному Творцу и Владыке. «Я пробыл на горе, как и в первый раз, сорок дней и сорок ночей. Господь послушал меня и на этот раз, и не стал нас уничтожать». Ну вот описывается пребывание Моисея на горе Синай. Это был такой второй заход, второй был акт взаимодействия, коммуникации. И написано то, что второе сорокодневие было вызвано именно тем, что Бог переменил решение и решил Израилю сохранить жизнь и существование. Он сказал мне, «Ступай в единород, он должен прийти и овладеть страной, которую я обещал отдать им, как поклялся в этом отцам их». То есть свидание у горы Синай, у горы Хариф закончено, и Бог отправляет их дальше. «Идите в пустыню, идите через пустыню к Ханаану и овладейте тем, что я вам отдал, подарил, завещал вашим отцам». И потом начинается новый раздел главы, десятый раздел, очень, друзья, интересный, такой свежий, от него веет новозаветной свежестью. Вот потому что здесь рассказывается о том, что религия Израилева, религия библейская, религия веры в Бога Ветхого Завета, это есть религия не ритуала, а каких-то уставов, законов, как мы обычно привыкли думать. Это есть религия самого сердца. Поэтому раздел второй главы, который мы читаем сейчас, это есть раздел, посвященный изложению вот этой самой идеи. Вера Израилева, это есть религия сердца. Стик 12 читаем. «Израиль, Господь, ваш Бог, требует от вас лишь одного, чтобы вы боялись и чтили Господа, вашего Бога, всегда ходили путями Его, любили Его, служили Ему, Господу, вашему Богу, всем сердцем и всею душою». Вот, видите, Богу надо лишь одно, вроде бы, чтобы вы любили Его, да. Но вот видите, такая специфика Ветхозаветная в том, что любовь к Богу означает одновременно исполнение Его воли, исполнение Его заповедей, уставов и так далее. Устав, уставы, порядки, правила вытекают из понятия любви, имеют своей сердцевиной эту самую любовь. Без этого наполнения они все превращаются в пустые ритуалы. И пророки Ветхого Завета очень часто критикуют свой народ за такой формализм. Вы делаете все правильно, но в этом нет вашего сердца и вашей души. Дальше. Призывается Израиль исполнять повеление предписания Господа, которое я возвещаю вам ныне для вашего блага. «Господу вашему Богу принадлежат небеса и небеса небес, земля и все, что есть на земле. Но Господь возлюбил только ваших прародителей. Он избрал вас, их потомков, из всех народов. Это и поныне так». Опять же есть мной уже выше отмеченная приписка позднейшего автора, редактора, переписчика, как бы мы его не называли, этого человека. Указывается в стихе 15 основание взаимоотношений Бога и народа. И очень часто таким основанием в Древнем мире взаимоотношений богов и народов является выгода. Боги нужны народам, но и богам нужны люди, чтобы им служить, чтобы их кормить, чтобы за ними ухаживать, чтобы влезти их дома, дома богов. Это вот есть храмы, святилища, там есть разные статуи, изображения. Чтобы все это было в порядке, вот и нужны эти самые отношения между богами и людьми. Но тут, видите, мы читаем нечто другое, возвышенное, духовное, просвещенное, продвинутое, а именно любовь, да, вот, любовь, основание этих отношений. Бог избирает евреев, потому что он однажды возлюбил ваших прародителей, Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа и его братья. Все эти люди вызывают у Бога любовь. И движим мы этой любовью, Бог любит тех, кого любят эти самые братцы, а именно потомков этих людей. Так пусть сердца ваши станут обрезанными. Впредь не будьте упрямы. И вот, друзья, это сильный образ обрезанной сердца. Но все знают, что у евреев был, и сейчас в настоящее время есть, такой обычай совершать обрезание, вот обычай лишать крайней плоти половые органы членов мужского рода, этого племени. Но вот здесь как будто бы толкуется возвышенным образом это обрезание. А именно, какой смысл вкладываете вы в это? А вот такой смысл, в этом самое главное, таково духовное измерение этого такого ритуала, обычая и традиции. Пускай ваши сердца станут обрезанными, то есть неупрямыми, то есть какими-то чуткими к Божьему слову, к Божьим призывам и предписаниям. Ибо Господь, ваш Бог, это Бог над богами, и Господин над господами. Он Бог великий, могучий и грозный, Он беспристрастен и неподкупен. Но, друзья, довольно такой смелый образ используется здесь. Здесь, видите, стих 17-й, Господь, Бог ваш, это Бог над богами, Господин над господами. Но вот давайте порассуждаем, а что, как будто бы боги есть? Другие боги. Зевсы, Астарты, Артемиды, Ваалы и прочие мордуки. Что вот, почему написано Бог над богами? Но дело в том, что в некоторых местах, но этих мест, конечно же, мало, это самые древние места Ветхого Завета, допускается мысль о том, что боги эти есть. Да, вот какие-то есть владыки, духовные владыки разных народов. Но даже когда это допускается, всегда вот такая звучит фраза. Для этих божеств наш бог, это как для нас бог. Вот дистанция, она не меньше, чем между нами и богом Израилевым в отношениях этих богов, с маленькой буквы, и бога небес. Потому что бог Израилев, это бог над богами. Это тот, кто является даже для богов настоящим полноценным, непостижимым, великим богом. Бог великий, могучий и грозный. Он беспристрастен и неподкупен. Его, понимаете, не подкупить ни ритуалами, ни обрядами, ни какими-то жертвами, потому что, как написано много где, и в псалмах, и в том же Пятикнижье, вся земля Божья, и все, что наполняет ее, тоже есть Божье. И богу, в принципе, не нужны наши подношения, наши жертвы, а богу нужно другое. А что вот нужно, написано ниже. Он охраняет права вдов и сирот. Он любит переселенцев, дает им еду и одежду. Ну вот, видите, есть некоторое этическое измерение, этика в отношениях между Богом и людьми. Действительно, когда этика израильтян, она божественна, она чиста, она праведна, богу приятна. А в чем эта этика выражается? Ну вот первое, что тут называется, вот в этом перечне, не минимальником перечне, впрочем, это вот любовь к тем, у кого ничего нет, у кого мало есть чего, у кого есть пораженные какие-то позиции, у кого мало социальных прав. И вот выделены три категории. Это есть вдовы, чьи мужья, они вот погибли или покинули их. Это есть дети, оставшиеся без родителей или без того же самого отца. Это есть те, которые являются переселенцами, которые пришли сюда и не имеют полноправного членства в народе Божьем. Так вот написано, что Бог защитник этих обездоленных, потому что Он дает им еду и одежду. И когда вы даете им еду и одежду, вы как будто бы делаете Божье дело. И когда вы их обижаете, вы обижаете самого Бога. Поэтому пускай будет так в вашем, ой, евреи, мироустройстве, что эти люди будут иметь сугубое попечение и сугубое внимание. Любите переселенцев и вы, ведь вы сами были переселенцами в Египте. Ну вот, обоснование этого призыва, потому что вы тоже однажды были иммигрантами, переселенцами, и вас однажды сильно так эксплуатировали. Но я вас от всего этого спас. «Господа твоего Бога, бойся и чти, Ему служи, оставайся верным Ему, Ему и клянись Его именем». Ну вот, такое хорошее ветхозаветное предписание. Видите? «Господа Бога твоего, бойся и чти, Ему служи, быть Ему верным». Вот это вот есть все вместе взятое до сегодняшнего дня. В принципе, актуальный призыв, касающийся наших взаимоотношений с Богом. И мы, люди Нового Завета, мы, христиане, должны Бога и бояться, и чтить, и служить Ему, и быть верными Его имени. Ну вот, окончание стиха 20-го, впрочем, какое-то, видимо, имеет уже сейчас другое значение, не актуальное, а именно «и клянись Его именем». У нас есть запрет на клятву, тем более с призыванием Божьего имени. Но тут вот есть предписание, когда будешь клясться, не клянись каким-то другим моментом, клянись Богом, потому что это есть залог того, что ты свою клятву не нарушишь. Это есть призыв исполнять однажды данные обещания. Он твоя слава, Он твой Бог, Он совершил ради тебя великие и грозные дела, и ты видел их своими глазами. Когда ваши предки пришли в Египет, их было всего 70 человек, а ныне Господь ваш Бог сделал вас многочисленными, как звезды на небе. Оканчивается глава 10, описывается в конце главы то, что вы были приумножены, то есть вас стало очень много, вас до переселения было всего вот такая большая семья, ну, такой, некоторый такой клан, род, вот, 70 человек, такое маленькое племя, но сейчас у вас оказалось уже много, сотен, тридцать человек, да, больше миллиона. По книге «Исход» в Тарзаконе было количество тех, кто пришел к реке Иордан, чтобы заселить землю ханаанскую. И вот тут прослеживается эффект религии, и очень часто ветхозаветное повествование подчеркивает именно это. Если вы будете верны Богу, то вас будет много. Как песок морской, как звезды на небе, то есть вас будет бесконечное количество, и Бог приумножит ваши семьи, даст вашим женщинам силы, здоровье, долгоденствие, и они будут рожать, и ваши семьи будут счастливы, и они будут владеть этой самой землею. Обратная корсина, если будете вы Богу неверны, то вас будет мало, вы будете в меньшинстве, и потом ваше имя будет забыто, потомки о нем даже и не вспомнят, вас забудут. Но здесь, видите, Бог приумножил народ, и все евреи благодарны ему за это. Дорогие друзья, мы закончили чтение главы 10, книги Второзакония. Помощником нам в наших беседах выступает портал экзеге.ру. Спасибо за внимание. Всего хорошего.